На собрании уже 5 роликов выставил, 340 роликов. Как мы там, вот как снимают, о чем мы говорим, что нас волнует. Вот сейчас забежали там какие девчата в Храм Христа Спасителя, они там танцевали. И все это у нас отвечено, я отвечаю и дальше. Мы реагируем абсолютно на все события. Силовек должен быть всесторонне развитым, но тебе это не поможет, если ты не знаешь про душу. Ты должен знать, что за тебя умер Христос. Что он взял твои грехи, он омыл тебя и может сделать тебя совершенно другим человеком. Видите, я говорю, я в ВАГУ преподавал, а ГТУ 18 лет. Педагогическом, сельскохозяйственном, медицинском. То есть у меня здесь нет десятки школ, все техниками, заводы, фабрики, воинские части. То есть у меня нет места, где бы я ни проповедовал, ни вел занятия. Академ городок Новосибирский. И дальше я работаю в тюрьме, в лагере с малолетками. Начальник детского лагеря, я знаю все слои населения. Все. И скажу, что все везде ставит на ноги вера во Христа. У меня близкие, знакомые, прямо друзья, мусульмане. У нас ни споров, ничего нет. Они внутренне понимают, что выше христианства ничего нет. Щенгиз Айтматов был герой соцтруда однажды. Он написал плаха. И главный герой был христианин. Его спросили, вы же мусульманин? А почему главный герой христианин? Он говорит, Магомед много оставил хорошего, но за людей умер Христос. Он мог так ответить. И мы ответим. За меня умер Христос. И я что делаю? Я это делаю во имя Христа. А вы хотели бы, чтобы у вас было лучше? А я это не знаю, слово лучше. Я доволен и благодарю Бога. Вот 18 лет преподавая в университете, а там был ректор Истинеев Владимир Васильевич. Его сейчас нету. Очень хороший. Но его проректор Семкин Борис Васильевич, мы друзья, они к нам домой приходили. И они решили, чтобы я получил деньги. Но надо было... Это не рубль. ИНН. А у нас не положено принимать ИНН. Я доказался от денег и никуда я не подаю. Просто я не хочу. ИННН это не печать антихриста. Но это проба сил. ИНН, про поварянуто расскажите. Ну вот это у нас семья, коротко скажу. Вот у нас называют по календарю. Вот сейчас бы вам сказали, этот человек назван на букву А. Ну сейчас бы Александр, Алексей. И вот вас всех собрать, весь университет и весь город. И никто не назовет. Только церковники назовут. Анфим. Не Ефим, а Анфим. А у нас община Святого Анфима. Вот пожалуйста. А это его сестры, их семь человек. С нуля. Человек строится. Ну, от скотины. Коров много держат. Каждую неделю они приезжают с молочной продукцией. Ну не на базаре, а там у кого городская администрация, кто где берет. Высшего качества продукта. Нам это надо? А это все можно сделать, я повторяю, не в год. А много раньше даже. Мы начали все с нуля. Ни скотина, ничего не было. Вот теперь вот эта картина. Вот это Наталья. В то время, когда она была здесь. Наталья Приходько. Вот. Ну тут каждый биограф. Это дети священника были. Вот эта самая девочка Ира, которую обозвали. Вот она здесь. Ну она, конечно, если 18 лет назад была, добавьте к этому ее. У нее ребенок есть. Вот она стояла. Сколько она бедное претерпела. И за ней приехала ее мать, не трезвая, забрать. Она спряталась и не пошла. Потому что она приехала не через мать, а через преподавателя в школе. А он был верующий. Я говорю, я не могу отдать, я вас не знаю. Ну и все. Вот. Эти уже они ушли. Этих людей нету. Это дети в основном священников. Это у нас кухня, своими руками построена чугун. Видите, они ухватили его. Сейчас три удара колоколом. В колокол ударят. У нас колокола нельзя. Все ударят. Три это все знают за стол. Один собраться просто. Просто собраться. Объявление будет. Два занятия. Четыре чтения Евангелия. А уже пять самые опасные. Это враги. Это пожар. Это напали на нас кто-то. Или гоммунисты, или мутульмане. Мы после этого времени тренируемся. Пожар. Как тушить. Дети знают. Утонул. Искусственное дыхание. Дети все должны знать, уметь. Его по зеленым стихонам не держим. У нас специально деревья проверены. Березы крепкие, сучки. Мы вводим туда. Они как обезьяны лазят. Ну, конечно, опасность. Это все-таки обрез. Но это 40 лет. Пока ни одного несчастного случая не было. Берем ягоды. Клубнику ходим. Там много ягод. Устынные места, можно сказать. Смородина, малина. Мы свой сад там разбили. Это все ее. Она и садовник, и прачка, и швея, и все-все-все. Какое ни возьми, она сама пекарь. Блины там разные шоколадные там делают. Ребятишки в ней. Тоже души не чает. Как-то ночевало много родителей. Ну, а я как начальник лагеря, мне тоже приятно хорошее услышать. Ну, и в конце я задал. Скажите, что больше всего вам понравилось? А там есть чему понравиться-то? Там качели много, громадные качели, такие городки, игра. Ну, я думаю, что-нибудь они избрали. И что они сказали? Больше всего в лагере понравилось нам Маташа. Мы за своими детьми так не ухаживаем. Она ночью с горшками маленьких вынес, и все. И все, она везде успевает. И она обыкновенный такой же человек. Видите, как Господь, ну, как и со судьбой ее устроил. По-другому. Она, может, и замуж не думала. А женихов у нее тут отбоя не было. Ну, ее не надо показывать. Вот, на фотографии, как она выглядит. Это и смирение, и кротость. Старший воспитатель. Мы потеряли много. Сейчас другой, там, юноша. Тоже он закончил ваш университет, кажется, историк. Он бард, музыкант, постмен, проповедник. Это все, наверное, в интернете найдете. Так, не много. Вот этот парень меня даже напугал. Парнишка. Сын священника. У священника, кажется, 12 ребятишек. Так называя свою проблема, я не люблю это слово. А это нерешенный вопрос. Надо говорить по-русски. Это нерешенный вопрос, это слово заменяется. Ну, он сидит, а чтобы работать, ну, что там, какую работу, там, траву вырвали где-то. У меня маленькие гвоздики, ну, прибывает там где-то обувная. И они выправляют, учатся работать молотком-то. И ребятишки заметили, он гвозди берет в рот. Они прибежали, Игнатий Тихонович, а вот Арсений гвозди ест. Я пришел, ты ел гвозди? Нет. А зачем вы сказали, Амануль? Ел. Мы видели, как он брал в рот, уже не один раз брал, а они еще. А где он? Он сплюнул там целая горстья у него. Он как факир какой, за щеку их заложил, напугал. Ну, вот эта девочка, кажется, у меня наказание на все существует. Я матерился, там, делал, если обзывал, там, сколько ему горячих дать, это крапивы. Но ни один не видит, я, бывает, так, по голенищу хлопну, а ты с тюнями сделай, что сделай, чтобы другие знали, страхи держали. Этого делать нельзя. И вот она сделала такое преступление по-нашему, я ее не мог наказать, не мог придумать. И она через год приехала, я всю зиму томилась, ну, накажите меня. У нее совместилось добро и зло, то есть был наказан, лишен обеда ее братик. И она для него хлебушек взяла, а потом испугалась, бросила в туалет. То, что она хорошо сделала, решила его подкормить положительно. Ну, а мальчишка один тоже хлеб унес, и я тогда вышел и говорю, осознается кто? То накажу, ну, лишу-то пирожков, а пирожки там это подсолнечные семечки на меду прокрученные. Не семечки, а зернышки одни. Там не выскажешь, насколько все интересно. И он не брал, а у него сестра, если, ну, я в милиции, говорится, имел общение. То я его сразу вышел, поставил, посмотрел, руки на стол положить, и я его определил, кто. Но мне нужно, чтобы он сознался. Теперь я вышел, вот сейчас я буду говорить, если я три раза ударю в ладоши, и ты не сознаешься, я тебе накажу обязательно. Не один. Я еще снова говорю, привел там милиционер подполковник, как они поднимали цилину, как дорого хлеб давал, там кусочек бросил тоже, его нашли за оградой. Не сознается. Я на него смотрю прямо. Еще сознаешься, наказание будет, но оно только небольшое. Не сознается. Я тогда посылаю весь лагерь, идите на юг, там полкилометра, идите между собой разговаривать, и никто не знает. А вот среди них, если не сознаетесь, весь лагерь будет наказан. Нет. Теперь на север отсылай, я на все четыре стороны посылал, я бросил работу, я занимаюсь с детьми. 80 человек бродят, и приходят, нет, среди нас нет, никто не сознает, а все уже кипят. Большие тазы, вот такие вот, этих пирожков, вот все эти пирожки, все эти пирожки уйдут в деревню, я их отдам, если не сознаете. Он не сознался. Ты понимаешь, выйди из строя, вышел, Алеша, ведь ты же это сделал-то. Молчил. А как ты мог вынести, когда дежурные стоят-то? А я запазку положил. Ну, ребенок, я не брал, но запазку положил. Зачем я это сделал? Так, теперь вместе со всеми, два таза полных пирожков в деревне отнесите. Наказание должно быть. И они все теперь боялись крошку потерять. У нас за столом не остается ни крошки. Едят, в левую руку кусочек, ложку поднес, Саша знает как. Вот, чашку облизал, дежурным показал, дежурным махнул рукой, теперь опрокинул. За все лето ни одной ложки питания не пропадает. Отец мировой педагогики, я на мост Камынский, говорит так, за столом человек должен вести себя так, как в алтаре. Со страхом. А у нас, говорят, хлебом кидаются, там в лагерях-то что делается? У нас этого нет. У нас дети совершенно другие. А берем прямо из меры, вот у памятника Пушкина, опять будем набирать где-то. На нас тут все только не было. Детей отдельно, родители не приходят. Суд был. В ГТРК выступили в МК на Алтае, есть такая газета. Поганая газета. Они на меня написали статьи. И когда я приехал осенью, побеседовал, они заперлись никак. Был там Самуэльсер, ты хорошо знаешь, Саша, его статья. Я подал в суд. Три процесса выиграл, опубликовали, заплатили, все есть. А дальше начался полный раздром. Не приведи Господь. Лучший журналист нашли в подвале мед, который писал. Это не наша рука. Нас трогать нельзя, мы для Бога все делаем. Меня в прокуратуре спрашивают, а почему это такое везде? Все. Профессор выступал, его тут смели где-то, и зарезали ножами. Это не мы, мы только молимся, и оплачивание. Зло возвратится к тебе. Ты делай добро. Я никому конкуренции не составляю. Детей очень много. Я занимаюсь бомжами. У нас бомжи, которые приходят, вы их не узнаете, эти бомжи. Бомж, при том глухонемой. Ну кому этот товар нужен-то? А он женился, она студентка, сейчас четверо ребятишек. А он оказался краснодеревщик. Любую модельную обувь шьет. Этого добра у нас полно везде, в один вокзал находиться. Я никому конкуренции не составляю. Я всегда работаю на сувенир. Переходим сюда. Эта вот мать привезла четырех ребятишек. А где-то еще у нее снимок там один. Вот тот большой. Решите, я подлину к этой. Вот она, эта девушка, отсюда пришла, начнем. Ее звать Аня, но у меня ранее нет, я называю Юра. Это старо-русское название. Юра. Вот она, Юра, здесь сидит, это наш шалаш. Нам шалаши делать, там видно, на десять человек. А есть шалаш, потом трава, вот так вот заворачиваются на эти, которые прожили на этой, и он не промокает, как мы вообще. Это не Библия, а вот это колоски хлеба, это Александр Павлович ей вместо закладки заложил. Ну художник знает так. У меня когда Каспришин фотографировал, он дал снег и бросил. И этот снег на шапке там. И фотографию там везде на первом местном журнале сейчас бил. Вот он одним броском снегом меня снял известным. Это талант. Хорошо сфотографировать, это талант. Это Александр Павлович, потом теряется, устроил 21 год. Это за два года до потеряется еще. То есть ей 185 потерянки. Ну, 3400 уничтоженных сел, и наше село было. Это из города Егисиевска. Мать приехала с Кима, там у нас с сестой. Очень непокоривые ребятишки. Она приехала, два ребенка, и... Курить или не курить, у пацаня-то? Он не курит. Так я его сразу говорю, ты куришь. Выкладывай все. У него нет, ничего нет. Я повторяю, если ты не выложишься, я тебя сейчас накажу. А наказывать будет еще строго. Парню уже 15 лет. Очень спортивно, но выйти на этих руках солнышко на турнике. Тут не каждый это сделает. Очень спортивно. Ну и где так? Нет у тебя, ничего нет. Я ему в самом раз, а у него в носке было. Я ему сразу нашел, где там папиросы. Мама, как это я, Динати, так быстро нашел? Ну тебя с зэками по камерам посидел-то сколько? Я знаю, где прячут, как ведут. И парень-то начал исправляться. Да он такой работник оказался хороший. Строили деревню, он даже помогал. А так никому он не нужен. Девчонки тоже такие, не воспитанные. А поехали совершенно другие люди. Это два месяца. Но работа у нас каждый день. Лагерь трудовой. В воскресенье не работаем. В субботу только до обеда. У нас своя баня, свой колодец. Все свое в лагере. Автономное существование даже сегодня отделено. И поэтому он скажет, а где я применю себя? Вот вы, любой. 400 с лишним сел в Алтае заброшенных. Любое место, начинай. Но это должно быть. Дружба, с властями завести, получить статус. Работа очень милая. Я только полководительской администрации 32 раза был первые годы, пока получили все в каждом. То есть я сейчас по фотографии буду говорить вам, а вы применяйте к себе, чтобы это не просто знаниями голову набить. Есть выражение, голова может быть земной шар, а сердце как песчинка. Ты расширь это сердце. И ты увидишь поприще там, где ты живешь. В соседнем доме, в соседнем заводе. Господь это делает. И как Бог это делает, я их не знал. Они просто о нас услышали. А услышали через священника. А священник, этот немец Менонит, преподаватель Томского университета, он в моем доме обратился, сейчас православный священник, кандидат богословских наук. Закончил семинарию Академии. Он был Менонит, немец, теперь православный. У него другая вера. Я бессионер, поэтому я встречаюсь с баптистами, адвентистами, и когда встречаемся, они не могут доказать свое учение. Православие, если вы не знаете, это высочайшее откровение Божие на земле. Это целомудрие. Не то, что вот видите, пьяный, я православный. Православие – это то, что в учении заложено. Вот как Наталья себя показала здесь, вот прямо конкретно, как у нас вот люди живут. У нас, как крещение у человека допустить, 3-5 лет проходит. Подают заявление, мы ходим на дом, проверяем, и потом еще 10 человек в комиссии смотрят, допускать или не допускать. Мы рекомендуем батюшке. Просто так вот, как сейчас в церкви пришел, деньги заплатил, тебя ладошкой по голове, нет, у нас полное погружение в воде. И при том, все это делается бесплатно. У нас ни за свадьбу, ни за крещение, нигде не в руках не берется. Вот это православие. Вот оно, ну, человек, как Христос говорит, человека судить не по славам, то есть оно по делам. И при том, мы в этом не видим ничего великого. Я тоже с ними отдыхаю. От того, что я собираю, там, спонсоры, помогают, там, крупы и прочее, я тоже питаюсь. Он трудящийся на своем пропитании. И это вот все. Александр Павлович все знает. Он из года в год приезжает к нам. Теперь еще Каскришин. Знаете, кто из Каскришина? Это корреспондент Алтайской правды. Вот видите, у меня молодожник не знает. Надо познакомить было. Я ему звонил сегодня. Так, пойдемте еще здесь, покажу. Мы старались каждому ребенку достать какую-то новую одежду. обувь. Иногда и привет еще покупали. Ну, я по этому Волга родил кофе, я по председателу ходил, доставал. Бедные люди, вот эту кофточку там, все это постарались достать. Чтобы они помнили это, что Россия не умерла. И поприще для добрых дел открыто. Даже вот исходя с этого места. Вот сейчас как есть. Вот. Вот я не знаю, без меня фотографировал. Александр Павлович, поясни, что это где, в каком месте. Да это у вас в лагере. А, ну что, а, вон это лагерный креск. А, нет, это девчонка, бабушка превратила. Помните, какая-то она. Не Валентина Павловна? Нет, потом уже. Ну, я не знаю, ладно. Это просто девочка, интересные пензажики, травеньки, как бы. А, не правда, там была. Вот люди. Так, а где наши люди? Я покажу, кто. Где? Любелос, Павлович. Иди встань сюда. Похоже, нет? Повернись сюда. Так, Сергей, где? Вот она, вот посмотрите на нее. Сергей Павлович, где? Иди сюда. Вот она, посмотрите. Вот он. Вот вы его увидели. Вот он. Видите, с каким удовольствием они поют. Вот этот парень в армии сейчас. Это не наш, он даже круглый, но к нам ходил. А это потеряет и живет. Вы видите, ну, живые экспонаты. Это они в церкви сидят. Это двухонемой, который я говорила. Вот у источника Никольска. Это огромная статуя Христа. Это он вырезал. Вырезал, ну, с помощником. Это он сделал. Он принес здесь. Да, это он, Андрей Дробот. Вот, которая, она ветеринарный, закончила. Четверо, я говорю, ребятиши. А это вот. Он не будет. А? Не будет он. Как, что не будет? Не будет, он уехал. Как уехал? Ну, потом. Так, он должен ко мне был заехать. Я все забрал. Все забрал. Все забрал, что он передал. Ну, кого? Все забрал и уехал. Кто-то забрал этот? Да. Так это же большой. Я голубей держу голубя. Мне семечник привез в ферме. Для голубей два мешка. Бесполезное дело, к слову сказать, голуби. Но голубей держали Зыкина и другие. Голуби – это особая птица. Я все время отвлекаюсь, потому что они на это зашли. У меня три голубятни. Это элемент воспитания. Вот гогощи-буси, они уже через 20 минут надоедают. Курица-буси. Голубь никогда не надоедает. Из всех птиц Господь избрал, он творец, но и брал голубя. Дух Святой в виде голубя. Голубь мира и везде. И у меня породистые голуби, три голубя там. А феодмигратов, ну, помогают там отходами и прочее. Вот. Это врач краевой больницы здесь, сейчас работают здесь. Патологи-анатомы. Вот. И вот они сидят после богослужения, у нас трапезная, и вот они сидят, поют, воспевают. Мы называем себя христиане широкого профиля. Вот у них песнопение – это от баптистов. Песенники баптистки на русском языке. И они поют слова-то хорошие. Они против православия, ничего нет. Почему мы даже зазирать? Переложим на музыки стихи Пушкина, Лермонтова. «Выхожу один я на дорогу», там такие есть. Очень хорошие даже. Одну молитву чудную. Вот это еще было до потеряки, значит, в 89-м году. Это снимка Александра Павловича, молодой стоит. Вот у нас тогда ничего не было. А сейчас у нас там кухня, под шипером, холодильники. Все по-другому. Электрищество подведено. Тогда ничего не было. Вот стол. Паяли – все убрали. Убрали – шалаш. Вот только от солнца. От дождя, если тут внутри шалаша обедали. Ничего не было. Но мы все равно приезжали каждый год. Приезжали и работали. Я начальник лагеря. Я должен быть там, но я работаю на работе. Тогда если ты не работаешь в неделю, ты тунеядец, а арестуешься. Какой бы вы нашли выход? Чтобы я мог быть с ними и одновременно чиститься на работе. Вот вам задача просто задается. Как? Я работаю на стройке. Мне прорабом, я прораб, не дают работать. Я работаю печеньком, плотиком, бетончиком, стекольщиком. Я все специально все знаю. Но! Вот тресно у меня все время стояло на первом месте выработка. Меньше 280 у меня не было. 300%. 280-300% выработка была. И вот теперь он мне делит по 150, а неделю я работаю не делаю. Мы там на 150. Бригаде забунтовали. Как так? Неделю не работает. Он говорит, у нас общий процент 112. Хотите, я вам сделаю отдельно, ему нет, не давай со всеми. То есть мои проценты их растягивают. И у меня хронометрия все время, ну иногда присылали, она смотрела, откуда эти проценты. Как? Как дело? Меня поставили туда, я иду, а почему взяли? Я знаю, через неделю там надо, там лестница потребуется. Я за ней уже не пойду. Оттуда иду, вдруг я несу, рыбероют. А рыбероют зачем? Через два дня здесь надо будет окна забивать. То есть каждый шаг мой должен быть загруженный. Но отсюда, ну конечно, я перекурок не знал. 280-300 процентов. Вот за этой молитвой стоит. Это моя жизнь. Я три грыжи заработал по звонковой. Но я живой. Потом, Олег Тихонович, про интернет расскажите. Где вас забанили. А? Как вас забанили в интернете, расскажите. Да, это рассказывать. Охотиков много. Забота посчитали. Все так и не было. Опять все восстанавливают. Нашему сайту нет равных. Вот я, по милости Божией, здесь когда преподавал, у вас тут был, я говорил, Тилатов. И он опубликовал первый материал обо мне. А потом в газете мы опубликовали один материал, второй. А потом пришли люди, старобрядцы, и говорят, а почему не издать отдельные книги? Я говорю, а как? Я даже не знал, что это можно разъездать. А вот эти ваши 14 материалов, они, ну там, там, в странице по лесу будут, а то уже книга будет. А кто будет верстать? Я не знал слово верстать. И, наконец, я издал первая книга стихов. У меня написано стихов, сколько стихов? 3 тысячи 467. Чтобы понять количество, что такое это Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блох, вместе взятые, меньше на 500 стихов. Я посчитал. Я не поэт, и, конечно... Я хочу сказать, как Господь это все сделал. Вывел, вывел. И я издаю книги. И за 9 лет я даже сам верстаю, сам делаю набор. Каждая книга 752 страницы. В каждой книге 64 страницы светных фотографий. Большинство его. И у меня вышло 38 книг. Понимаете, это метр сорок, библиотека. Переиздаю Новый Завет по весьма параметрам, с толкованием, с самой лучшей в мире. Густава Дара, мы раскрасили его весь. Электронной версии. И послали Путину, Владимиру Владимировичу, Дмитрию Анатольевичу, патриарху, Карлину, трехтомник, по 732 странице, священникам, Максиму, епископам. Из 150, кажется, священникам подарили. Мы подарили на миллион сто тысяч, а у меня пенсия четыре тысячи. Это Господь делает. Скажите, пожалуйста, вот с какой надеждой вы послали эти издания Путину, Веде и Анатольевичу? Знаете как, в первую очередь, я верующий, это всегда на первое место выводить надо. Я поверил, поверил надеждой, сверх надежды. Дальше, я заложил то, что моим голосом значит она Библия, второй раз перечитал. У нас архипелаголог. И по 2 диска. Всем. И пошло уведомление, что получили. А потом, показывая библиотеку Путина, и показали, мои книги стоят. Я сам не видел. Но считают ли они их? А надежда такая, что, может быть, изменятся времена. Его заинтересует оформление какое. В Алтайском крае так книги не издают. В Алтайском крае с круглением корешка, с закладкой. Ну, просто с золота. Старинных традиций. А? Старинных традиций. Очень хорошее издание. Просто я могу показать это. Это Господь так сделал. И книги эти пошли. Ведь я не издатель. Но издал 38 книг. Но 3 еще в интернет-версии поставил. Еще книг на 5 потерял, но я внезапно обрезал. А вы знаете, есть еще библиотека Конгресса Соединенных Штатов Америки. Вам туда надо написать. Может быть. Но здесь мои в двух экземплярах, все в краевой библиотеке. Нет, Конгресс. Да. Я знаю про это. Там фильмы наши находятся, а нас нет. Вот смотрите. Просто можно интересно сделать. Я служил в морфлоте. МФ. Две буквы сокращенно. МФ. Ну, это 20 лет мне было. А теперь мне стерниса 2. И я снова вернулся к МФ. А как так? Здесь же нет морфлота. М. Я оставил все. Стихи не пишу, как бы мне не хотелось. Внезапно обрезал ни одного стихотворения. Каждую неделю 4 проповеди говорил в церкви. Отрезал. Выступал в печати. Ни одной больше от меня статьи никто не получит. Я все. 8 пунктов полностью отрезал. Оставил только одно М. Молитва и форум. МФ. К окрещению давайте. Вот давайте даем. Смотрите. Это наша местность. Это вот мой брат родной священник. Отец Аким. Этот готовится к окрещению с полным погружением будет. Вот видите, какая форма одежды у нас. Маленькие дети. Ну, играют они не так. Играют там они могут мальчики в шортиках, девочки в платьях. А это стартовное платье. От земли, чтобы не больше 10 сантиметров. Это русская исконная форма. Сурикова, посмотрите. Репина. Там Полежаева. Там многое что. Смотрим дальше. Вот это крещение. Это мой брат родной, отец Аким. Он на 5 лет моложе меня. Это люди, вот эти все. Приехали из Германии. Там не могли покрестить. А у них родственники есть. И вот они и крестили. Это две девушки. А это их сестра старшая. Екатерина, значит, Светлана, Мария. А эта Мария уже, она потеряла язык, только по-немецки разговаривает. По-русски уже слабо. И вот сейчас они входят в воду здесь. И в полное троекратное погружение по всем канонам. Разве здесь не могут это делать? А люди, когда не находят, они идут в разные секты. У нас секты не на чем идти. Мы все выполняем. И к нам приходят адвентисты. Вот сейчас где-то женщина здесь. Где Лебор Николаевна-то? Найди ее. Это люди, которые из адвентистов. Подойди сюда, Алла. На минутке, ну подожди. Подойди, пожалуйста. Я просто живого человека покажу. Не просто. Это человек, вот, корень из семьи баптистской. Она услышала весь благу и приняла православие, крещение, дети, взять у нее священникам православным. Надо бороться. Бороться надо. Бороться надо с евреями, с мусульманами, с сектантами. Но оружие только одно на всех. Любовь. Мы должны, нуждается помочь, показать, что больше православия не счет только любовью. Больше нам не дано другого оружия. Ни теракты мы не можем делать, ничего. Вот я в тюрьме был, работал, а там сидят, бывает, и чеченцы, и все. А я мусульманин, в другой нации. Не важно, ему в первую очередь я помогаю. У тебя другое обычай, другая еда. Тебе так тяжело. Ты в нем должен увидеть в первую очередь человека. Вот я заговорил там, баптист, там адвентист. А там в нашем доме, в нашей общине люди пришли. А обычно 85% сектантов это бывшие православные. Они ничего не знают. К пащам там везде, это суются. Ну, а крещение, что тут сказать? Это канон. 50-е правило апостольское. Господь говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот, подойди сюда. Вовь, Вовь Николаевна, бывшая адвентистка. Адвентистка седьмого дня. Пожалуйста. Я о ней не узнаю теперь. Она врач. С красным дипломом все закончила. Дочь только что закончила с красным дипломом в медицинский университет. Мы не подземельники пензийские. У нас программисты. Юрий сегодня не пришел, он в ваш университет закончил. А тоже с красным дипломом. У нас почти все с красным. И одновременно они люди верующие. Мы просто ставим такую задачу. Сейчас один на той медицинском учится. Да не один, трое. Маша и Никита еще. Вот, Вася. Человеку нужно на деле показать. Она увидела, была с дочерью в лагере. Дочь сейчас как раз закончила. Медицинский родился ребенок. Показать, что такое православие. Православие это целомудрие. Это знание, открытое Богом в конечной инстанции. Если православная церковь не сказала, больше искать не надо. А чтобы узнать, что написано, то 300 томов палеантов. 300 томов. По 600, 700, по 700 страниц. Я их все не считал. Я что-то считал, а что-то не мог достать. Блаженного Иеронима через 50 лет только нашел. Даже в библиотеках Москвы не мог найти. Ну, редкая такая литература. Сейчас, я вот сейчас еще хотел показать. Это вот крещение. Говорят, детей не надо крестить. Ну, православие у нас крестят. Видите, ребенок против, а он испугался. А Россия не была пугана. Это сегодня пуганная. Это ребенок, ему, естественно, крещать. Кроме того, этот ребенок, он на два месяца раньше родился. Это ребенок в барокамере провел жизнь свою. Там его покрапили. А теперь он подрос, теперь его крестят. Это врач как раз стоит рядом. Мы могли бы там посмотреть, но там понятно. Время-то наружу нет у вас, да? Там один фотоснимок есть, где Наталья замужем. И в церкви дают пить маленькая чашечка, такая вино. Жениху, невесту, жениху, невесту. А потом к невесте возвращается, после троекратного, они пригубляют из одной неудобной чашечки, и она выпивает. Ну, там, ну, прям ложка или две вина. Но она попергнулась. И я с этого сделал. Вот, Аня, у нас, вот мы все сухой закон держим. У нас православных разрешается там, вот, ребенка брать.